здравствуйте уважаемые зрители канала тактик медиа мы завершаем сегодня рассказ о судьбе экипажа крейсера м дина вообще подводим черту под этой драматичные во всех смыслах истории у нас в студии фирта викторович лисицын здравствуйте алексей да очень приятно здравствуйте ну что скажешь во первых сейчас начало несколько как бы поправок скорее у меня люди монархически настроенные очень это собирающая коллекцию так сказать монархов и так далее не как что-то плохое не как что-то плохое как хорошее сказали что я не упомянул и это действительно не упомянул что один из лейтенантов на эмдоне был никто иной как франц иосиф принц гринцоллер потомок кузена императора вильгельма первого германского и крестник самого франца иосифа собственно почему франц иосиф крестник самого императора франца иосифа австро-венгерского и этот офицер доблестно сражался в бою с сиднеем попал в плен а как его занесло то на такое можно сказать да как карьера очень интересная чем-то даже напоминает карьеру самого командира эмдона потому что после начального кавалерийского училища вместо кавалерий захотел пойти на флот в 1909 году окончил военно-морское училище и попал для дальнейшего прохождения службы в конце 13 начале 14 года попал на эмдон просто портаться еще в мирное время дальнее плавание как-никак дальневосточные воды полезно для карьеры полезно для дипломатических знакомств но оказался вполне годным офицером то есть это не было какое-то наказание нет 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 никоему бы ссылкой нет попал в плен вот якобы вот есть книга даже написано его сыном очень хорошо иллюстрированная обильно значит эмдон ласт круизов шевалю с рейдер то есть вот прямо так вот его сын да он сам ему мало того что он генцоллер он взял право а воспользовался стал принц генцоллер эмдон его сын значит написал книгу тоже кстати служивший в крик с марина во время второй мировой тоже лейтенант книгу что интересно он написал на пару с английским адмиралом вудвордом этакое примирение так сказать после второй мировой примирение против нового противника книга богата бытовыми всякими подробностями желающие могут конечно на русский переводил нет не переводилась то есть на языке оригинал да да с другой стороны видно что это действительно рассказы отца сыну как всякая мемористика человек писал сильно после событий хорошо передавая скорее дух чем факты ну кратко скажем о судьбе сначала эмдона после того как сидней погнался за бюреском командир бюреска затопил свой угольщик сидней вернулся начал опять стрелять по эмдону это мы все просто разговорили дальше началась переписка и реверансы в стиле вообще девятнадцатого века с условиями сдачи в плен в общем я не знаю командир сиднея ну действительно с точки зрения как мы сейчас знаем после знаний терял время ресторана он то считал что никуда десантная партия с острова кокос не денется куда же не денется да вот принять капитуляцию эмдона это в общем то дело вполне достойное а как коммуникации ты происходила на шлюпке возили младшим радио нет в радио радиорубка эмдона сгорела со всем оборудованием в ходе боя сигналами флажками это как-то не солидно в том-то и потрясающий момент что мюллер и россов переписывались значит в порядке сдачи в плен а потом значит принимали плен неторопливо и старомодно да неторопливо и старомодно хотя немцы согласились сдались матрос вернер плача как пишут прямо таки поднялся на мачту поднял спустил флаг поднял белый флаг на грот мачте но сидней решил после этого прекратить огонь и понимаешь немцы никуда не пойти наконец на остров дирекшн собрать призовую партию капитан лейтенанта мюки насколько пострадал то сидней то есть он хоть хоть чего-то получил как лет сидней получил как минимум 11 попаданий на сидней мы был разбит кормовой дальномер был пожар боеприпасов складированных у носового орудия у англичан традиционно подача опережала возможности экипажей расстреливать снаряды это как никак не остановило юнга сидней получил первый в австралийском флоте крест виктории за потушенный заряд он его когда затлел оболочка заряда к моему орудию юнга мгновенно ухитрился кинуть его в катку с водой по расставленной по кораблю как раз для этой цели это действительно подвиг самообладание крест виктории был заслуженный вами в англии крест виктории в общем-то равноценен герой советского союза если даже не более редко вручаемая награда на сидней было убитых и умерших от ран 4 человека и человек был ранен на броня броня еще раз броня она спасла целиком и полностью от немецких снарядов 7 или 8 попавших корпус корабля немецких снарядов бессильно разорвались на броневой обшивке это броневом поясе там трудно сказать даже пояс если посмотреть на схему бронирования легких крейсеров вот типа сидней как раз бермингемов и все вот эти последних таунов британских там броня по сути дела до верхней палубы и это давало им очень хорошие боевые возможности и стойкость и в ютландском бою когда и в других стычках даже получая тяжелые так сказать под тяжелым обстрелом корабли не страдали да опять же отсылаем к нашему циклу по ютланду там действия крейсеров в ютланде в результате сидней погнавшись за тремя зайцами уничтожил загнал на рейд киллинг 1 бюреск затопился фон мюке смотрел на все это с берега ему было плохо видно но он конечно догадался чем будет вот а экипаж эмдена убитый умер от ран более 130 человек был действительно немножечко даже серьезно сердит потому что только если в 11 15 где-то в 11 30 эмден выкинулся на берег и окончательно прекратил огонь то только в 10 часов вечера почти через 11 часов англичане наконец-то начали снимать эмдена матросов и офицеров за это время единственная так сказать польза помощь от австралийца была очень своеобразная экипаж бюреска который высадился на шлюпки и имел запасы питьевой воды и аптечки шлюпочные отправили на шлюпки грести к эмдену потому что на эмдене сгорела и полностью медицинская часть на нем не было лекарств единственное что мог сделать корабельный врач эмдена раненым он уколол морфий все это время там были в общем так так себе местные средства перевязки но разрушенная так сказать это операционная но там это медицинский блок был разрушен с попавшими снарядами очень глупость не ученый урок русско-японской войны что развертывать медицинский пост в корме в кают-компании это одно из самых уязвимых и плохо защищенных мест так сказать на корабле пережиток парусного флота где наоборот за бортами это было как говорится когда стреляли ядрами когда были борта по 60 сантиметров толщиной в несколько слоев досок то ситуация была совсем другой экипаж эмдена сняли так кратко направили с довольно серьезными почестями в австралийские порты потом значит перевели кого куда офицеров на мальту но это мы уже говорили англичане начали тут же ну англичане не будут англичанами наследство францису дрейка заветами дрейка верны первое что сделали британские матросы высадившись на эмдон это сняли корабельный указ